Всем привет, мои хорошие! Ну, сегодня я решила снять для вас видео вопросы и ответы, как обещала. Вопросы вы писали в комментариях и в Инстаграме. Ну, честно скажу, в комментариях вообще-то был один вопрос. Там, где я сказала, озвучила вам, девочки, задавайте вопросы, потому что бывают вопросы, задаются в комментариях, на которые я не могу развернутый ответ дать. Я их там где-то потом в видео, во влогах просто отвечаю, но не все могут видеть, может быть, эти ответы. Поэтому я сделала вам такой призыв, но, может быть, кто-то не увидел или что, или, может быть, просто действительно вопросов ко мне уже нет. Ну, в общем-то, один вопрос, который был в комментариях, вот он будет первым. Ну, и потом еще несколько вопросов мне задали уже в Инстаграме. Ну что, давайте приступим. Первый вопрос. Какую вы музыку слушаете? Любите ли поэзию? И какие книжки читаете? Ну, вообще, подобный вопрос, он был как-то в вопросах-ответах у меня ранее, еще, ну, правда, я давно уже снимала это видео, вопросы-ответы. Ну, отвечу сразу. Девочки, музыку я очень любила и слушала очень много. Музыку, я не знаю, начиная там с детства, со школы, когда родителей не было, я включала, громко звучала музыка. Ну, в основном, пластинки, те, которые были тогда популярны, на тот момент, песни из фильмов, там еще какие-то там другие, Пугачева, там другие, в общем, исполнители были. Потом я работала певицей, тоже музыку слушала, ну, ту, которую я пою, современных на то время исполнителей популярных, и зарубежную музыку тоже любила, слушала. Ну, в общем, тогда это да, было. Мои дети, в общем-то, росли, честно говоря, с музыкой. Постоянно, вот я приходила там с работы или дома была, и у меня все время включался магнитофон, и включала все время какую-то музыку. Она у меня все время какая-то звучала. Ну, в последнее время я люблю тишину. Вот так, что я музыку сейчас, нынче не слушаю. Классику я не любила никогда, ну, может быть, потому что классика мне навевает какую-то грусть-тоску. В основном музыку я всегда любила слушать какую-то веселую, подъемную, или какой-то с глубоким смыслом песни. Ну, в общем, вот такие вот. Что касается поэзии, вы знаете, я, наверное, со школы еще не любила, в общем, учить стихи, я их просто не любила. Но тогда их задавали, там приходилось их читать. Но я не помню так, чтобы я поэзией увлекалась и сама стихи я не писала. Вот у дочки такой талант появился как-то вот, а у меня нет. Мама моя, кстати, тоже любила там какие-то стихи написать. Ну, это такие, знаете, для дома в стол. У меня наклонностей к поэзии не было, поэтому я этой поэзией, в общем-то, как-то и не увлекалась. Вот, а что касается книг, я вам даже отдельное видео снимала, но, правда, уже давно, больше года назад, наверное, прошло. Каких книг я читаю вообще, в принципе. В принципе, сейчас вот у меня как зрение упало, я стала очень мало читать книги, потому что глаза болят, напрягать приходится, и тяжеловато это дается. Но есть любимые книги, которые я храню, и мне просто вот иногда возникает желание их перечитать. Но вот 10 лет назад, 12 лет назад, я книги читала за поэм, и в основном читала книги, такие, знаете, психологического характера, с каким-то смыслом таким глубоким. У меня тоже вот какое-то переосмысление прошло вот в моей жизни. Многие вещи какие-то я поняла, и мое мировоззрение поменялось даже. Иногда для разнообразия я читала книги такие, детективные в основном, где просто мозг отдыхает, просто вот читаешь и наслаждаешься. Но я вам хочу показать несколько книжек моих любимых, вот которые у меня есть, которые у меня хранятся, и тех авторов, которых я читала вот в основном. Ну, Нарбеков, Мирзакарин, это вот действительно, чтобы, знаете, как почувствовать себя уже человеком, какой-то пинок под зад, чтобы получить, чтобы что-то делать, в своей жизни менять. Очень сильно поменяло мировоззрение у меня вот его книги, и у меня их помимо этого еще пять книг. Шестая еще у сына, по-моему. Ну, в общем, это мой любимый автор. И кто не читал, в общем, советую почитать. Для разнообразия, вот с глубоким смыслом, я читала книги Паула Куэлли, и у меня вот одна книжечка сохранилась, еще было несколько, но тоже они, по-моему, у сына, у дочки, в общем, где-то есть. Также я почитала несколько книг Пелевина. Вот у меня книжка одна сохранилась, но еще парочка книг тоже Пелевина есть. Ну, и что, конечно, очень на меня повлияла, вот эта книга Вадима Зиланда «Транссерфинг реальности» очень-очень тоже поменяла мое мировое зрение. Книга местами тяжело читалась, но, тем не менее, я преодолела все-таки, потому что я до этого наслышана была об этой книге, и советовали почитать мне, дочке, еще давно, еще в Москве. И эта книга мне попалась, и, в общем, я ее все-таки одолела, и я ее прочла. Не всегда мне какие-то моменты были понятны, но я все равно продолжала читать, и потом со временем все это устаканивается в голове, и самое основное, вот смысл основной, все это остается, и вот действительно меняет мировоззрение прямо конкретно в лучшую сторону. Многие вещи непонятные становятся понятными. Так что тоже советую, у кого есть возможность, такую книжечку почитать. Следующий вопрос. Расскажите про ваши украшения, на какие случаи покупали, и кто дарил. Вопрос, конечно, интересный, девочки. Мне интересно, а с какой целью интересуются моими украшениями? Любопытно. Ну, я хочу сказать сразу. В основном все украшения, которые у меня есть, вот это серьги, цепочка, крестик, кольцо, это все дарила мне дочка, дарила она мне еще в Москве, когда мы жили, на разные случаи, там на день рождения, на 8 марта, ну, в общем, на разные случаи. Вот кольцо на 45-летие, это я помню хорошо. А вот эту вот цепочку, это уже я покупала на 50-летие, какую-то часть денег мне надарили, остальную сумму я добавила, и вот мне хотелось такой браслетик, я его купила и ношу. Больше мне никакие украшения не нужны, это я, вот, украшения, которые на мне, это то, что выбирала я, мы вместе с дочкой выбирали, то, что я хотела, то и я вот сейчас ношу, мне больше другого ничего не надо. Следующий вопрос. Расскажите, ходили ли вы когда-нибудь к гадалке, увлекаетесь ли гаданиями, гороскопами и так далее? Интересно послушать ваше мнение. Девочки, к гадалке я никогда не ходила, потому что я еще с молоду слышала, что вообще, ну, плохо, когда вам гадают, потому что вам закладывают в голову, как сказать, подспудно все равно будете думать о том, что вы услышали. И если вам говорят, допустим, какие-то хорошие вещи, это хорошо, приятно, но вы, может быть, расслабитесь и будете ожидать, что это вам придет вдруг. Если вам скажут что-то плохое, то вы запрограммируете все равно подсознательно себя на это плохое, это будет все равно в голове сидеть. Что бы вы ни услышали, хорошее или плохое, это все равно впоследствии может повлиять на вашу судьбу и каким-то образом судьбу вашу изменить. Поэтому лучше не знать, что будет. Я вот лично сторонник этого. Ну, а что касается гороскопа, можно прислушаться. В принципе, бывают такие вот гороскопы точные, но что, по крайней мере, что я читала про гороскоп свой, также гороскоп моих знакомых, близких, родных, ну, очень часто есть такие совпадения. То есть, бывает, хотя не совпадает. Но что касается женщины Овна, я типичная женщина Овин. Это подходит мне, это мне подошло. С этим я соглашусь. Еще один вопрос. Скажите, если начать заниматься блогерством, то через какой промежуток времени это начнет приносить доходы? Девочки, это прям точно сказать невозможно, потому что это зависит вообще от человека, от вашего контента, насколько он востребованный, сколько у вас просмотров. Когда начнет приносить доходы, но если я не ошибаюсь, то нужно для начала набрать, по-моему, тысячу подписчиков и не менее 4000 часов просмотров. Только после этого вы сможете подключить монетизацию, чтобы вам уже как-то капали денежки. Но опять-таки, это зависит, как часто выпускаете ролики, сколько их просматривают. От просмотров все это зависит. В ваших роликах YouTube вставляет рекламу. Эта реклама крутится, и насколько вот она прокручивается, сколько там раз, оттуда вот копеечки, копеечки, копеечки капают. Когда наберется уже 100 долларов, тогда вам перешлют эту зарплату. Если меньше 100 долларов, значит, вы будете ждать, может быть, даже там и не один месяц, пока эти 100 долларов наберутся. Ну вот так. Нелегкое это дело, хочу вам сказать. Нужно постоянно что-то снимать, постоянно монтировать, постоянно выкладывать ролики. Но опять-таки, нужно это, чтобы были зрители, чтобы это были просмотры, а иначе доходы будут очень долго собираться. Следующий вопрос. Уже не раз, кстати, задавали мне такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что Селена планирует родить второго ребенка? Вы будете ей помогать? Девочки, я, конечно, буду ей помогать, а куда я денусь с подводной лодки? Понимаете? Моя дочь. Вот. Но помогать я буду, в том случае, если она будет в этом нуждаться. Ну, и потом, я, например, не против второго ребенка. Второй ребенок, это хорошо, у меня двое, я всегда себе в голове держала, что у меня должно быть двое детей. Если она тоже, вот как в голове себе нарисовала, что у нее должно быть двое детей, значит, двое детей у нее и будет. Просто вопрос, когда. Я думаю, что сейчас, может быть, еще как бы не совсем своевременно, потому что, ну, квартиру нужно до ума довести, она только меньше года еще живет в этой квартире. То есть, там как бы ремонт, мебель, там все дела. Вот. Ну, и потом хотелось бы, чтобы все-таки она со своим мужем съехалась, и они вдвоем уже второго ребенка растили. В общем-то, хотелось бы так. Ну, я думаю, что у нее голова на плечах есть. Она уже девочка очень взрослая, самостоятельная, живет отдельно, живет самостоятельно, деньги зарабатывает самостоятельно. В общем, в принципе, она сама знает, когда ей второго ребенка уже, как говорится, завести. Ну, а я помогать буду. Если моя помощь нужна будет, конечно, приду и помогу. Почему бы и нет? Еще один вопрос. Девочки, прошел целый год. Я не знаю, а эти вопросы до сих пор, ну, как-то таким образом или другим образом появляются, даже на моем канале. Хотя я к Кристине никакого отношения не имею. Но все-таки такой вопрос. Общаетесь ли вы с Кристиной? Или вы тоже, как с Елена, решили не поддерживать связь? Странный вопрос для меня, потому что, в общем-то, даже когда Кристина и дочка моя дружили, я с Кристиной никогда не поддерживала связь. То есть Кристина, это не моя подруга. У нас с ней совершенно разный возраст. Мы не были подругами. Это они дружили. И я с Кристиной виделась тогда, когда она приезжала к дочке или если мы с дочкой ехали к ней. То есть вот я с подругами своей дочки не поддерживаю никогда никакой связи. Только если вот я с дочкой. Все. Это ее подруги, это ее отношения. Я с ними как-то не дружу. И не дружила. И, в общем, было бы странно, если бы я поддерживала связь сейчас с Кристиной, если бы они не дружат и не общаются вообще. Ну, странный вопрос. Ну, я на него вам ответила вот так. Следующий вопрос. Не хотите ли вы снимать видео о выпечке вкусняшек разных? Девочки, я снимаю готовку только то, что я ем. Потому что, ну, вот я сняла готовку. Ее же должен кто-то есть, не выбрасывать же. Если вот я на данный момент решила как бы похудением заняться, но понятное дело, что вкусняшки я готовить сейчас в ближайшее время не планирую. А если вот мне захочется приготовить, например, что-то вкусненькое, я приготовлю, обязательно сниму, обязательно вам покажу. То есть как бы специально, как отдельный канал или вот такие вот видео о готовке специально я отдельно не снимаю. Это только если вот я решила приготовить и вам показать. Вот я это и готовлю, и показываю. Если будет дочка на своей шикарной новой кухне что-то готовить, да, и вот ей захочется там тортик испечь там или еще что-то такое сделать. Ну, я, если у меня будет возможность, я могу, может быть, приехать и вместе с ней там где-то поучаствовать, как гость приглашенный. Вот, что-то, может быть, будет она сама готовить на своей кухне. Ну, в общем, я для себя ничего такого вот и не планирую. Следующий вопрос. Кто вы по профессии? Если бы у вас была возможность переехать в квартиру или дом, вы бы переехали? Ну, во-первых, кто я по профессии? Я как-то тоже снимала видео и даже не одно видео, кем я только не работала в своей жизни. То есть профессий у меня много. Так, чтобы я вот именно обучалась на кого-то, ну, я после школы там пошла в училище, я училась на раскрощика верха обуви. Я работала сначала на обувной фабрике и швеей, и раскрощиком, и нераскройщиком, кем только там не была. Но помимо обувной фабрики я работала на заводе на одном, я заводе на другом, и делала я хрусталь, и работала певицей в ресторане, и заправляла самолеты, работала комендантом аэровокзала. На красном оксайе сверловщица, фрезеровщица, и дворник, и нянечка в детском садике. В общем, профессий у меня было много. В общем, разные работы я перепробовала. И вот такой вот вам ответ на вопрос. Много чего знаю, много чего умею. Последние там 10 лет уже, больше 10 лет, я работала консультантом, продавала мебель, продавала бытовую технику. Это вот уже была моя последняя профессия, консультант-продавец. А что касается, если бы была возможность переехать в квартиру или дом, переехала ли бы и я? Ну, я вам хочу сказать, мне достаточно того, что в квартиру к дочке я езжу каждую неделю, бываю там по несколько дней. И вот я считаю, что мне сейчас уже квартира, как бы большая там, она не нужна. Вот эта площадь, которая у меня есть, она мне вполне устраивает, вполне она меня удовлетворяет. Большую площадь это нужно убирать, ее нужно обставлять. Я такой человек, я люблю уединение, и гостей к себе не приглашаю, гости ко мне не ходят. Я сама в гости тоже редко хожу. Поэтому мне вот как бы квартира отдельная, но, собственно, сейчас она уже и ни к чему. Вот она нужна была тогда, когда дети у меня еще были маленькие, и нужна была тогда, конечно, площадь, когда была у меня семья полная. Ну, а о частном доме я мечтала всю жизнь, конечно, потому что помимо того, что ты можешь находиться в доме, где просторно, где много комнат, но когда есть собственный двор, где можно выйти, посидеть там во дворе, ну, скажем, вот мне все время как-то виделась какая-то там верандочка, чтобы там можно было на свежем воздухе готовить что-то. На воздухе вот летом я бы проводила все время во дворе, что сидеть в доме, да. Да, о частном доме я мечтала, но мечтать не вредно, знаете, как говорится. Так в свое время этого у меня не случилось. Ну, а сейчас я прекрасно понимаю, что частный дом, конечно, требует того, чтобы его содержать. Если тут содержат коммунальные услуги, все, а там в частном доме все свое. И нужен мужчина обязательно, чтобы был мужчина. Вообще мне хотелось в частном доме, чтобы мы жили большой семьей, но только чтобы мы не мельтешили друг перед другом целыми днями, а чтобы как-то вот какая-то часть дома, допустим, там дочки, какая-то часть дома, с сыном, со своей семьей, и чтобы мы там могли встречаться во дворе там, или, может быть, на какой-то общей большой кухне. Ну, какие-то такие у меня были представления, но, опять-таки, это было давно. Вот сейчас уже с возрастом я поняла, что мне тишина и уединение больше всего нравятся и больше всего мне необходимы. Вот так вот. Вот и все. Так что вот то, что у меня сейчас есть, мне вполне удовлетворяет. Я никуда отсюда не хочу уходить. Следующий вопрос. О чем мечтаете? Ну, вообще, девочки, знаете, я скажу, вот сейчас уже о чем-то таком-то для себя мечтать особо я не мечтаю. Мне единственное, вот хочется иногда покоя, иногда какой-то комфорт, иногда какой-то отдых. В последнее время я иногда подумаю, вот, а не съездить ли бы в какой-нибудь санаторий, там, или дом отдыха, и отдохнуть. Там, где полностью пансион, там, где вот вам готовят завтрак, обед и ужин, вы не запариваетесь, что там готовить, что купить, чтобы там походить на какие-то процедуры, на какие-то там физкультурные какие-то занятия, там, погулять воздухом, подышать. Ну, знаете, такой вот старческий покой какой-нибудь хочется. И чтобы вот немножко здоровье такое оздоровить, там, успокоить нервную систему. Ну, вот какие-то такие. Я просто в санатории была один раз в жизни, и это мне было тогда 20 лет. Я была в Натчике, я была там на грязях, на минводах, и вот тоже там какие-то, вот я помню, вот это вот какие-то там процедурки, там, в спортзал походишь, невероятно свежий воздух там такой был, знаете, вот горный. Вечером, ну, какое-нибудь там развлечение, кино или танцы, или еще что-то. Какие-то экскурсии были. По поводу опять-таки, там очень вкусно готовили. И завтрак, обед и ужин, там только в меню выбираешь там, что ты хочешь на следующий день, чтобы тебе подали. И все. Ни посуду не мыть, ни готовить, ничего не надо. Кайфуй и отдыхай. И вот я там просто получала удовольствие и от процедуры, и от всего. Там бассейн ходила. В общем, классно отдохнула. И вот это мне в голове запало, вот это воспоминание. И мне бы хотелось бы сейчас это повторить. Но опять-таки, я боюсь куда-то сейчас ехать. Сейчас неспокойно. То какие-то катаклизмы, то какие-то эпидемии, то еще что-то. Я не знаю, что происходит. Страшно из города выезжать. Поэтому, как бы, знаете, вот такое вот желание, оно есть. Но если бы у меня такая сейчас возможность появилась, то я бы задумалась, ехать или не ехать, или воздержаться. Вот такой вот вопрос. А что касается, о чем мечтаю я, допустим, если не для себя, но для детей, мне бы хотелось, конечно, чтобы у них все было хорошо, чтобы детки были здоровые, росли. Хотелось бы, чтобы сын тоже там, может быть, ипотеку или как-то так тоже приобрел бы свое жилье, чтобы они там уже с семьей жили. Дочка, чтобы со своим любимым сошлась, и чтобы у них там тоже было все с семьей. Ну и хороший доход, чтобы было здоровье было, чтобы у детей. Но я больше как бы для детей, для внуков вот такие вот желания имею в душе. Следующий вопрос. В какой программе вы монтируете видео, девочки? Ну я монтирую видео в программе Pinnacle Studio 14 версия. Но в этой версии тоже монтирует дочка. Она мне установила эту программу. В общем, я в ней научилась работать, и в ней работаю все. Есть какие-то более уже современные версии, но вот как дочка мне сказала, что мне удобно, я привыкла, я знаю, что где да как, и в общем все. Но меня это вполне устраивает. Чем проще, тем лучше. Понятно? Вот так вот я монтирую все. Ну и последний, девочки, вопрос. Подскажите проверенное средство от пятен на одежде. Расскажите о Ростове, какие места можно посетить, какие бы вы посоветовали. Проверенное средство от пятен, девочки, я вам не скажу, потому что есть некоторые пятна, которые возникают вообще на ровном месте. Вот у дочки, например, даже не в этой стиральной машине, еще где вот она на квартире жила, там тоже вот в стиральной машине какие-то пятна бывают. Вот белая футболка стираешь, раз какие-то черные пятнышки появились. Может быть, они появились как-то от чего-то там, от другого. Может быть, это как-то что-то полиняло. Может быть, это краска какого-то такого сорта на одежде. Где, допустим, может быть, краска это смывается, и пятна появляются. Не пойму. Но если бы это была вещь совершенно однотонная, белая, хлопчатобумажная, то я могла бы, конечно, там посоветовать в белизне это все поварить. И, как говорится, варка белья, она все это вываривает. Все эти пятна. Но опять-таки, смотря какого происхождения пятна. Если это белье цветное, и если это белье не хлопковое, а какая-то синтетика, но тут уже посложнее. Тут уже надо пробовать методом проб и ошибок, методом тыка. Я сама также залазила в интернет и пытаюсь найти какой-нибудь способ, допустим, какое-либо пятно вывести. Могу вам сказать еще одно очень действенное средство, если это пятна, допустим, какие-то фрукты или сок. Вот если, допустим, вы пролили на себя какой-то там яркий сок или от фруктов, от свежих, там какое-то пятно посадили на одежду. Но если это не синтетика, если ткань не боится кипятка, то я могу вам посоветовать. Это вот действительно 100% работает. Значит, не застирывайте это пятно. Пятно, если свежее, возьмите просто в чайнике, вскипятите воду и медленно поливайте на это пятно, и вы увидите на ваших глазах, за несколько секунд это пятно исчезнет. Если вы застираете, потом это будет уже сложнее, уже от кипятка оно может и не исчезнуть. Потом нужно будет дольше, сложнее это пятно выводить. Вот так. Ну и что касается, расскажите о Ростове, какие места можно посетить. Девочки, я последние несколько лет вообще никуда не выезжаю в город, в центр. Там много чего, конечно, изменилось. Я знаю, что там на набережной, на левобережье, да, там уже отстроили набережную. И там место для развлечений, для гулянок. Я сама вот только поглядываю в Инстаграме и смотрю, как там гуляют мои дети, там и родственники. Вот недавно сестра выкладывала, там она с внуком гуляла. Очень много там развлечений, там красиво, там цивильненько, очень современненько. Я там не была еще ни разу, не сама бы хотелось там побывать. Вот. Ну а так-то у нас есть театры, у нас есть парки. Конечно, зимой здесь и смотреть-то особо и нечего, только если по театрам походить. А так вот больше... Нет, у нас есть какие-то достопримечательности, и если взять какую-то экскурсию по городу, вы много очень интересного узнаете о нашем городе, и вас повозят, и все расскажут. Но я бы сама бы даже, честно говоря, может быть, и взяла бы такую экскурсию, давно я уже не ездила. Последний раз моя экскурсия была в школьном возрасте, мы с классом ездили по Ростову, и очень много интересного я узнала о истории нашего города, и повозили нас по достопримечательностям, показали разные места. Вот. Поэтому я бы вот вам порекомендовала, если время есть, все-таки взять экскурсию, поездить по экскурсии. Ну, и также посетить Левый берег наш, там, где у нас парк развлечений новый построили. Вот. Ну, а если вы хотите все-таки, чтобы вам какой-то совет дала, ну, такой вот вопросик вы можете задать моей дочке, потому что она все-таки человек подвижный, и они бывают, выезжают куда-то на развлекашки, с детьми, с сыном моим, они где-то ездят, где-то гуляют, выходные дни, и разные места посещают. Но она больше вас, конечно, просветит, чем я на данный момент. А я сейчас человек домашний. Вот так. Ну, все, мои хорошие, на все вопросы я ответила, которые были вопросы. Если кто-то не задал вопрос, по какой-либо причине пропустили, задавайте в комментариях, и я вам отвечу в комментариях, если вопрос короткий, если, вернее, ответ короткий нужно будет дать, а если вопрос, ответ нужен будет дать, развернутый, длинный, то тогда я уже в следующих влогах буду отвечать на ваши вопросы. Я иногда отвечаю на комментарии во влогах своих. ну а на этом я хочу видео свое закончить кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока